Привет, ребята! Давно не виделись с вами. Я Евгений Бельский. Мы продолжаем снимать видео про авиационные точки. Сегодня у нас тема звукоизоляции и акустической отделкой включения. Что я вам хочу сказать, самое интересное, что мало кто знает, что на самом деле означают эти два термина. Они все оба, и один и второй совершенно разные. Первая история у нас звукоизоляция. Звукоизоляция это то, вот у вас, представьте, есть одно помещение или второе помещение. В одном играет громко музыка, во втором находитесь вы. Звукоизоляция это сделать максимальный комплекс каких-то мероприятий, чтобы вы, сидя в одной комнате, не слышали то, что происходит во второй. А теперь, что же такое акустическая отделка? Акустическая отделка это когда вы, например, находитесь на своей базе, играете, и то, как вам комфортно находиться в помещении, то, насколько вы хорошо слышите свои гитарные стейки, там, барабаны, тарелки, разборчивость, четкость, считаемость, насколько у вас там все не гудит, нету каких-то стоячков. Это все акустическая отделка. Если мы строим какой-либо, какой-либо проект серьезный, например, студия, либо революционная база, то нам надо делать и одно, и второе. И это как бы проблема, потому что, в первую очередь, самая сложная штука это звукоизоляция. Это вообще сложная история, потому что мы связаны со стройкой. То есть, это стройка стен каких-то мощных, стройка каких-то вторых полов, там, какие-то там дополнительные материалы на крышу и так далее и тому подобное. Это нам или там потолок, ну, крыша, это здесь у нас крыша. Суть какая? Мы давайте сегодня немножко тут упростим ситуацию и не будем рассказывать про звукоизоляцию, почему. Давайте рассмотрим такой идеальный вариант, когда у нас есть помещение, когда у нас никто нам не мешает. А теперь я вам расскажу про самое интересное, что на самом деле, для вашей реп-базы, в первую очередь, важно, этим все пренебрегают, на самом деле, это типичная ошибка многих вообще у строителей реп-баз, студий рукозаписи, ну, то есть, если там не участвуют серьезные инженеры, конечно же. Тем, что не во многих вообще помещениях, где занимаются музыкой или концерты проходят, а в них нет никакой нормальной, качественной акустической отделки помещения. И сейчас я вам расскажу, что вам надо основное вообще знать про акустическую отделку. Тут вообще, в принципе, все простая относительно физика. Надо понимать, какие типы покрытий мы имеем. То есть, вот мы сейчас находимся в помещении, где сделана некая, я не тут недалеко все идеально, некая акустическая отделка. Это шоурум Sparrow Sands наш, в котором мы показываем оборудование различное аудио. Значит, какие мы тут поверхности имеем? У нас есть деревянный пол, вот, оператор покажет. Стены какие-то деревом отделаны, поролон акустический. У нас есть, значит, гипсокартон и бетонные стены покрашенные, да, здесь у нас есть минвата завернутая. То есть, вот тут какие-то деревянные балки. То есть, а с той стороны у нас еще окна есть. Ну, ладно, это можно не показывать. Суть какая? Это различные типы поверхностей. Они со звуком у нас работают по-разному. То есть, есть поверхности, которые сильно отражают звук. Например, бетонная стена или стеклянная некая стена. Это будет поверхность, в которой будет практически весь звук, в котором у него все звуковые волны, все это вот это вот, оно все будет отражать, давать его назад. И есть поверхности, которые специально поглощают звук. Обычно это какие-то некие пористые материалы. Например, например, там какого-нибудь минеральная вата, акустический поролон. Все эти еще материалы, они работают в своем диапазоне частот. То есть, в каком-то они это могут даже отражать, в каком-то они просто действия никакого не будут оказывать. И надо понимать основные принципы. Условно говоря, деревян пока очень просто. Поверхности, которые отражают звук, есть поверхности, которые поглощают звук. Обычно нужен в решении некий баланс этих поверхностей, чтобы у нас была какая-то некая идеальная, так скажем, картина. И обычная проблема большинства вообще помещений, это, ну что имеем на стенах? Кирпич, бетон. Ну хорошо, неплохо, когда есть дерево, например, да? Это уже не так плохо. И там плитку какую-то керамическую мы имеем, стекло. Это все отражающие поверхности. Когда у нас помещение стоит только из отражающих поверхностей, звук будет у вас так, выражаясь народно, летать. Из угла в угол, отражаться, переотражаться, создавать искажения. И в этом всем помещении вам будет некомфортно. И дальше нам придется в это помещение разбавить некими поглощающими материалами. Примерно я вам могу сказать, что придется добавить в порядка 60% поглощающих материалов. Мы берем 60% из расчета всех поверхностей. Берем и пол, и стены, и потолок. То есть все поверхности считаем суммарно, площадь их, и примерно берем 60%. Это очень упрощенно. Я вам сейчас просто рассказываю как общий принцип, элементарный. И нам придется добавлять некие поглощающие материалы. И основными материалами, скорее всего, как мы делаем некий относительно бюджетный вариант нашего ремонта, это будет два материала всего. Это будет либо акустический поролон, вот у меня 220, либо это будет минвата. Она у меня здесь, ну, я думаю, минеральную вату вы все видели. И, в принципе, это будут два самых-самых основных материала. То, что важно помнить, что есть куча-куча материалов, которые, на самом деле, не подойдут как поглощающие. Это, например, латки-ичные, или, например, пенопласт. Никакого действия как звукоизоляции толком, так и вообще к акустической отделке он вообще никакого отношения в принципе не имеет. И, скорее всего, вам придется работать только с этими двумя материалами. В чем отличаются принципиально эти два материала? Минвата, она дешевле стоит немного, но ее надо во что-то упаковать. Обязательно ее надо упаковать в какую-то ткань, непроницаемую для пыли, которая создает минвата, то есть, частицы минваты, они создают пыль. И эта пыль, она очень, как бы, вредна для нашего здоровья. Не знаю, правда, насколько, как бы, не находил пока средистики подробной. Но суть в том, что ее, этот материал, обязательно надо что-то запаковать. И с ней неприятно работать. То есть, она сыпется, дает пыль, как бы, удовольствия мало. Поролон в этом плане, чем он лучше? Поролон, он... И вот можно взять кусок поролона и приклеить в какую-то поверхность. И все. На этом работа с ним закончена. То есть, в плане работы, это гораздо более удобный материал. Вообще, просто несравненный. Расскажу вам теперь фирменный, простой, там, рецепт приготовления некого помещения. Даем параметры. Помещение у нас площадь 5 на 5 квадратных метров. То есть, квадрат. Значит, высота потолков 3 метра. Все, допустим, оно представляет собой гипсокартон. И на полу у нас, например, просто бетон. Вам придется сделать следующее. Скорее всего, придется постелить ковровое некое покрытие на пол. Три стены вам придется покрыть на 50% неким поглощающим материалом толщиной 50 миллиметров. Пусть это будет поролон или минвата. Можно, там, занали его покрывать. Ну, где-то примерно 50% стен примерно должны быть покрыты. Потолок мы возьмем. Некий тонкий материал, чтобы не уменьшать сильную высоту. Возьмем тонкий полугощающий материал, например, пирамиду 30. И можно, в принципе, забить либо 70-80% потолка, либо вообще весь потолок. И третью стену мы оставим как поглотитель низких частот. Здесь придется самое сложное. Мы сделаем ее толще всех. Мы сделаем туда 200 миллиметров толщину минваты, как низкочастотного поглотителя. 200 миллиметров минваты, либо поролона. Ну, поролон просто это будет дорого. Скорее всего, просто возьмите минваты плотности к 50. И заложите всю стену, закройте ее. Просто ничего не должно быть. То есть, в данном случае у нас звукопроницаемый материал закрывается минвата. То есть, это спанбон, так называемый, который грядки накрывает. То есть, недорого совершенно материал. И, то есть, просто запомните вату. В принципе, как она там будет лежать, даже не важно в этой стене. Можно ее плоско аккуратно разложить, можно запихать ее там. Это вообще не важно для звука совершенно. И можем сделать еще дополнительно к этому всему. Мы сделаем, например, басовые ловушки по всем, например, углам помещениям. И этот рецепт, он, конечно, будет не идеальный, далек от идеала совершенно. Но он будет работать для репетиционной точки. Подводим итоги. Что надо четко вынести вообще из этого видео? Очень запомнить навсегда, что есть звукоизоляция, есть акустическая отделка кухни. И эти два понятия совершенно разные. И второе, что вам либо придется прочитать минимальный курс физики, связанный с акустикой, чтобы правильно суметь выбрать эти акустические материалы, а не кухню. Либо придется обратиться к ребятам, которые реально знают, что они делают. Потому что я не уверен, что все продавцы там акустического паролона, и вакты уж тем более, понимают, что они на самом деле для чего продаются. Прошу прощения, я задолгою задержку с видео. Постараемся выходить чаще. Задавайте вопросы в комментариях. Постараемся на все ответы, снять видео новое. Всем спасибо, пока.